Всем привет! Перед тем, как я начну свой обзор, хочу вас попросить подписаться на мой канал, поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. Нравится ли вам данное видео, любите ли вообще авиацию, любите ли сборные модели. Любой комментарий это поможет развитию нашего канала. Доранье 217. Это многоцелевой бомбардировщик времен Второй мировой войны. Был разработан в качестве замены бомбардировщика Доранье до 17. Первый прототип до 217 взлетел 4 октября 1938 года. Выполоскался серийно с ноября 1940 по май 1944 года. Всего было выпущено 1905 машин. До 217 J1 и 2 это были ночные истребители. Применялись для оборонительно-наступательных целей. Они имели в себе, размещались 8 50-килограммовых бомб. Ну а теперь непосредственно про нашу модель. Это у нас модель до 217 J1-2. Модель у нас от компании ICM. Новинка. Вот сейчас видите красивый красочный бокс-арт. Под бокс-арт у нас коробка из плотного картона. Не забудьте посмотреть видео обязательно до конца, так как примерно с середины видео будет крупным планом сняты и все летники. То есть каждая деталь будет просматриваться и вы сами лично сможете посмотреть, что находится в коробке. А в коробке у нас один пакет с летниками, инструкция в виде журнала формата А4, декаль. Декаль у нас выполнена на новой бумаге. Сейчас я покажу вам более крупно. Вот новая бумага, прекрасно переводится, прекрасно все приклеивается. Она очень приятная, то есть не толстая и очень приятная в работе декаль. Инструкция у нас, ну мне кажется, одна из лучших инструкций вообще считается, по мне, потому что она очень подробная. Здесь у нас на первом листе какие краски необходимо использовать для покраски. На развороте у нас используется фотография летников. В красном показаны детали, которые не будут использованы при сборке данной модели. Ну далее инструкцию я буду показывать более подробно. Каждый шаг описан в инструкции очень подробно, то есть в данной модели, я считаю, не составит труда собрать даже новичку. Количество шагов не очень большое, но модель достаточно детализированная. То есть кабина, хорошо пролитая расшивка, дальше на летниках это будет все хорошо видно. Ну и еще вот по инструкции видно, что у нас инструкция очень подробная. То есть каждый шаг, что где красить, что где клеить, все это все описывается. Это очень классно, мне это нравится. Ну а сейчас непосредственно сами летники, то есть я вам сейчас покажу их просто крупным планом, все летники, чтобы было понятно, что и как. А далее будет на летниках все видно, каждую деталь, как я сказал, ближе к середине начнется крупные планы. Летники очень пластик, сразу начнем с пластика. Пластик классного качества, приятный в обработке, приятный для склейки. Очень мне нравится, уже давно у компании 7 они стали использовать пластик, очень хороший. Вообще по летникам вы, думаю, видите, что это достаточно такая большая, внушительная модель. Это очень прикольно будет смотреться на вашей полке, собрана она. Она реально внушительно большая, размах крыла большой, длина модели. Ну очень такой приятный будет самолет на вашей полке. А теперь немного расскажу про качество. Качество литья очень хорошее, то есть все летники я просмотрел, и вы их тоже можете просмотреть и далее. Будет все очень крупно показано. Летники без каких-либо дефектов на летниках не обнаружены. Даже самые мелкие детали были пролиты без каких-либо, то есть ни стыков пресс-форм, ничего. То есть никакой дополнительной обработки требоваться не будет. Никакие недоливы, то есть ни утяжа, ничего этого нет. Модель очень прекрасная, и думаю, вам она очень понравится. Также хочу обратить внимание на прозрачный пластик. Он вообще у компании 7 очень хороший. Я всегда это говорю, потому что через него очень будет хорошо просматриваться кабина, если вы хорошо замаскируете остекление. Кстати, если хотите видео по маскировке, я его сниму. Напишите в комментарии, если вам хотите такое видео, то я обязательно сниму, как я маскирую фонари у самолетов. И если вы уделите внимание внутренним частям кабины, то при окончательной сборке у вас будет через остекление просматриваться вся кабина. Также на модели присутствует расшивка. Расшивка у нас получается внутренняя, и хочу сразу обратить внимание, она классная. Классная чем? Тем, что она глубокая, и после всех этапов визеринга вы спокойно сможете сделать смывку, весь визеринг, она у вас не зальется, как у некоторых вот есть производители, то есть были случаи, что ее заливали. В компании 7 такого нет даже и в 7 и 2 масштабе, там расшивка очень классная. То есть покрасили, там все грунты, все-все-все это делается, и спокойно еще смывка проводится, то есть расшивка не заливается. Ну, далее, еще раз скажу, литье классное, стыкуемость, пока сказать не могу, думаю, эту модель соберу. Если хотите увидеть сборку на канале, пожалуйста, напишите в комментарии. Вот, стыкуемость очень, думаю, будет хорошая, потому что я собирал в 7 и 2 масштабе, там было все отлично. Вот, ну, далее у меня пошел детальный обзор всех литников, то есть вот мелкие детали, все это видно. Я думаю, вы посмотрите уже без меня, с музыкой. Приятного вам просмотра. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, и приятного вам просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok